Один из вселенских божественных законов — это установление причинно-следственных связей. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Ва куле амалю фасаяр Аллаху амалакуму расюлюху вальмуминун, а сату раддуна иля алимил гайби ва шагадати фаюнабиукум бима кунтум таамалун». Скажи, трудитесь и увидят ваши деяния Аллаху, его посланник и верующие. «Вы предстанете перед ведающим сокровенные и явные, и он поведает вам о том, что вы совершали». Сора покаяния, аят 105. «Я свидетельствую, что на божество кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища, свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, Аллах слава ему и величия установит для вселенной традиций и законы, которые ее организуют, а также правила, которые управляют ее движением. «Так, последующий не может прийти раньше предшествующего, а предшествующий не может прийти позже последующего». Всемогущий Аллах сказал, «Солнце не надо ли жить, даганят луну, и ночь не аппережа и дин». «Кажды плевют по арбите» Сурат Ясин, Айат Сурат. «Ты не найдешь замены для установления Аллаха и не найдешь возможности уклониться от установления Аллаха». Сура Ангели, Айат 43 Причем Аллах всемогуще сделал эти законы балансом, который регулирует правила жизни и достигает заселения и сохранения земли, что является одной из целей творения. В Священном Коране говорится «Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней» Сурат Худ, Айат 61 Несомненно, народы, которые осознали истинность этих божественных законов и действовали соответственно им, одержали победу и достигли прогресса, даже если они не были мусульманами, даже и не имели какую-либо веру. Это потому, что эти божественные законы нелицеприятные и беспристрастные. Один из вселенских божественных законов – это установление причинно-следственных связей. Аллах, слава Ему и Величие, создав причины и следствия, и приказал нам принимать во внимание причины, так как зависимо от причин следствия происходят. Это тщательный общий закон, который действует во всей Вселенной, в любое время и в любом месте. Каждый поступок имеет свою причину. Огонь – причина пожара, убийство – причина смерти, вспашка земли и пассив зерновых – причина прорастания семян, еда – причина сытости, усердие и трудолюбие – причины успехов, лень и равнодушие – причины провала и т.д. Поистине, приказ вступать по свету и трудиться – это религиозная обязанность, шариатский и национальный долг. Аллах Всемогущ, Он и Великий говорит, «Он тот, кто сделает для вас землю покорной, ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и к ним выявитесь после воскресенья». Суровласта, аят 15. «Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его. Быть может, вы преуспеете». Суровпятница, аят 10. Вот это исламское понятие старания, усердия, трудолюбия и заселения земли для нас нет какого-либо оправдания отсталости под какими-либо предлогами, что не имеет ничего общего с религией. Это скорее призыв к бездейственности, ленивости и цивилизационной отсталости. «Кто рассматривает биографии пророков и праведников, тот находит, что во всех делах своей жизни они искали и учитывали надлежащие причины, ведь пророкной мир ему работал плотником, и после того, как он провел долгое время, призывая свой народ к Аллаху, всемогущий приказал ему воздвигнуть ковчег. Всевышний Аллах сказал, Он мог бы быть спасен Божьей способностью без какой-либо причины или труда, но Аллах всемогущий учит нас, как принимать во внимание надлежащие причины. Но и мир ему ответил на повеление своего Господа и начал воздвигать ковчег, не колебляясь, несмотря на глумление его народа. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним. А он говорил, если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы. Сурахуд, аят 38. Так, он продолжил свою работу, а Всевышний Аллах вознаградил его, спасавший его и верующих из его народа. А пророк Давуд, мир ему, был кузнецом, и Аллах научил его этой работе, которая приносит пользу ему и людям. Мы дарили Давуда милостью от нас и сказали, «О горе и птицы, славьте вместе с ним, мы сделали железо мягким для него, выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в колцах, поступайте справедно, ведь я вижу то, что вы совершаете». Сура Саба, аят 10.11. Пророк Мухаммад, мир ему, благослови, не ел никто лучшую еду, чем заработанная своими руками. Поистине, пророк Давуд, мир ему, ел то, что заработал своим трудом. В истории о пророке Юсуфе, мир ему, передается, что «Учет надлежащих причин и тщательное планирование стали поводом выживания страны и народа, а также спасения их от смертенного голода и серьезной опасности». Пророк Аллаха Юсуф, мир ему, принял во внимание необходимые причины и подготовил длинный вдумчивый план по спасению страны, от охватившего весь мир голода. Так что он достиг в своей стране процветания, прогресса, защиты и экономической мощности. К нему люди прибывали с самих оттальонных краев, чтобы получать египетские блага. В священном корене упоминается об этом словами пророка Юсуфа, мир ему, «Калят, азрауна саба асинина дээбэмфэмэхасаттумфазарухуфисумбулих илля калилам мимма тэкулун, ثумма ятимим ба'ди залика саба'ун шидадун якульнама каддамтум лахун, илля калилам мимма тухсынун, ثумма ятимим ба'ди залика аамун фиги югасу ннас вафиги яасырун». Он сказал, «Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляете в колосьях, за исключением небольшого количества, которое вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы избережете. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды». Сура Юсуф, аяты 47, 48, 49. Кроме того, госпожа Мария Мирьей обретала свой удел в Изабиле, таким образом, что привело в удивление пророка Аллаха Захария Мирьему. В Священном Коране говорится, Каждый раз, когда Захария входил к ней в молильню, он находил возле нее пропитание. Он сказал, «О, Мария, откуда у тебя это?» Она ответила, «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого щита, кому пожелает». Сура Семейства Имрана, аят 37. В другой ситуации, несмотря на ее слабость и тяжелую боль, Аллах Всемогущий приказывает ей потрясать ствол пальмы, чтобы свежие финики попали на нее. А если Аллах Всемогущий хочет, чтобы финики упали без труда, то будет так. Однако Всемогущий учит нас учитывать надлежащие причины и прилагать необходимые усилия. Аллах Всемогущий и Великий зрек, «Ва гуззи и лейки биджид иннах лати туса кито алейки рута банджания» «Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики». Сура Мариям, аят 25. Наш пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, дает нам лучшие примеры учета надлежащих причин во время благословенной хиджры. Умир ему, благословение Аллаха, учить свою общину тому, что для достижения успехов и преодоления кризисов необходимы тщательные планирования и доскональная подготовка. Так пророк подготовил двух верблюдов, выбрал честного спутника и определил соответствующее время и место, когда и где начинается переселение. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, и его друг Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вышли ночью из дома Абу Бакра и выбрали умелого проводника, что подтверждает веру пророка Мухаммада в компетентных людей и максимальное использование потенциальных возможностей, зависимо от того, насколько разные идеологии, видения или даже убеждения. Потом посланник Аллаха, да благословение Аллаха, приветствует, поручил Амир ибн Фухайра прогонять стадо овец, чтобы заместить следы ног. Таким образом, умир ему, благословение Аллаха, принял во внимание надлежащие причины, хотя он очень хорошо понимает, что Всевышний Аллах, конечно, может спасти его и его спутника без превентивных мер. Однако умир ему, благословение Аллаха, хотел научить нас тому, что божественные законы во Вселенной требуют учета надлежащих причин и упования на всемогущего Аллаха. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, Мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто посетовал за ним вплоть до судного дня, а мои братья в исламе. Поистине, учет надлежащих причин не противоречит упованию на всемогущего Аллаха, так как тот, кто хорошо уповает на Аллаха, усердно и старательно принимает во внимание причины и события. В Священном Коране говорится, «Ия ка-на-буду, ва-ия ка-на-ста-ин». Тебе одному мы поклоняемся, и Тебе одного молим о помощи. Сура, открывающая книгу, аят 5. Для практического применения значения упования на Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад говорит, «Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то обязательно Он посылал бы вам пропитание, так же, как посылаете его птицам, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются в конце дня с полными». Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, учит своих сподвижников настоящему значению учета надлежащих причин во всех делах. Он запрещает им вреднее и бесполезнее лень и равнодушие. Однажды один человек сказал пророку Мухаммаду, мир ему, благословение Аллаха, «О, посланник Аллаха, не привязать верблюда и уповать на Аллаха или же отвязать и уповать». Пророк, мир ему, благословение Аллаха, ответил, «Привяжи и уповай». Пророк повелел этому человеку так поступить, ибо оставить верблюда отвязанным, это может привести к его потере или краже. О, Аллах, помоги нам искренне трудиться на благо нашей религии и усердно работать для подъема нашего народа и развития нашей страны и всех стран мира.